Друзья, если бы вы знали, как долго я терпела и не открывала эти кюветки, это даже для меня слишком. Я хотела закрыть все свои дела, все сдать и спокойно сесть и обязательно записать видео. Но у меня никак не хватало времени просто сесть и записать видео, так что я очень рада, что наконец-таки я это делаю. Давайте открывать, смотреть, что тут у меня есть. Ого, смотрите, какой насыщенный и потрясающе красивый цвет. Это кобальт фиолетовый и очень интересно, что он из себя представляет. Я тут немножечко, видите, ударилась по Пиноксу, не знаю, они анонсировали, что у них появился снова кобальт голубой-светлый, потом я увидела титанат никеля-зеленый и меня немножечко прорвало на покупочке. Выглядит, конечно, все красиво. Кстати, у меня совсем нет красных, и я увидела, что кто-то очень хвалил хинокридон красный. И я подумала, почему бы с него не начать, потому что был вариант посмотреть что-то по пирельянам красным. Ну, кадмии красный, понятно. Кстати, он у меня есть в Невской палитре в моем наборе старом. Ну, вот я думала, что бы могло прийти именно из палитры красных. Сейчас попробуем хинокридон. Ну что, выглядит все потрясающе прекрасно, идеально. Смотрите, какие глянцевые, какие веточки. Все, начинаем выкрашивать. Я подготовила вот такие карточки. В смысле подготовила, я их купила. Так что, давайте красить. Потрясающе красивый цвет. Боже, я вообще не ожидала, что будет что-то похожее. Я думала, что это будет более фиолетовое. Кстати, надо было посмотреть на этикетке, что там по распаду, по грануляции. По-моему, я видела, что там что-то гранулирующее должно быть. В тонком слое тоже очень красивый лавандовый оттенок. Ну, или сиреневый, наверное, сиреневый, да? Можно скорее сказать. Вот, друзья, я супер приятно удивлена. Удивительно красивый цвет. Такой прям светящийся немножечко, очень насыщенный. Поехали дальше. Давайте будем по порядку идти. Самый интригующий лот здесь для меня был. Это кобальт голубой светлый. Которого вечно нет. Которого всегда раскупают. Который всегда раскупают. На что он похож? Похож ли он на цирулиум? Нет. Кстати, он не похож на цирулиум. Ну, по оттенку, да, по степени припыленности, конечно же, можно сказать, что что-то от цирулиума здесь есть. Но он настолько нежный, приятный, такой небесный. Может быть, даже пастельный. Но здесь, кстати, нет белил. Кто не знает, здесь фишка в том, что внутри него нет белил. Соответственно, он никак не набирается. Вот он такой голубенький, прекрасный. Мне кажется, очень красиво будет его смешивать с кадмием оранжевым и добавлять в архитектуру, в стены. Но это еще предстоит проверить. Так, пока что тест шикарно проходит. Я с тобой довольна. Причем цена у Квет, да, если кто покупал Пинекс, вы помните, там, буквально до 200 рублей. Не помню точно, но цена суперлояльная. Так, ну, Пинекс, конечно, сейчас хвалят. И вот я на этой волне не удержалась и тоже решила прикупить. И тоже хвалю, как видите. Так, красивый, конечно, комбальт этот. Как его зовут? Кобальт зеленый, кобальт изумрудный. Так, кобальт зеленый темный, кстати. У меня есть кобальт от Винзор. Вот. Он мне очень нравится. Так, не знаю, насколько там они похожи. Я просто решила потестировать и кобальт в том числе. Очень красивый оттенок. Вот видна какая-то текстурка уже проступающая. Но довольно нежная. Тоже шикарный цвет. Я потом все это верну и все вместе посмотрим. Так, следующий интригующий, опять же, лот. Это детонат никеля зеленый. Есть желтый, вот есть зеленый. И вроде бы как я смотрела на ютубе, что аналогов нет. Именно вот в таком оттенке. В основном это детонаты желтые. Так, ну что я могу сказать? Это бесспорно очень красиво. Опять же, смотрела на ютубе, что очень красивые смеси он делает. Вот наряду с кобальтом голубым светлым. Он делает очень красивые смеси. Пастельные, нежные. Опять же, здесь нет никаких белил. Он просто вот такой светлый, светлый пигмент. Поэтому смотрите, какая красота. Я думаю, что если его тоже смешать с чем-то оранжеватым, это будет фантастически. Если даже его смешать с голубоватым, будет тоже фантастически. Но мне вообще удивить несложно. Я натура впечатлительная. Но вы видите, что оттенки действительно приятные, прозрачные, звонкие. Это прямо, знаете, любовь с первого взгляда. Серьезно, мне очень нравится. Боже, ну просто аж звенит. Я не знаю, наверное, не видно на камере, но это настолько звенящий красный, как будто в него добавили оперу розовую. Ребята, как жаль, что я вот сейчас смотрю, на камере этого вообще не видно. Так, если немножечко разнести краску, это потрясающий, красивый, прозрачный и звонкий, очень звонкий, такой красно-розовый цвет. Я в восторге, честная в восторге. Конечно, вот классический красный его нельзя назвать. Все-таки это розовый, да, хинокридон, они, видимо, все розовые. Я еще пока не сильно ориентировалась в этом вопросе. Ну вот он, да, розовенький, но в плотном слое красный. И если сюда добавить, опять же, капельку кадмия оранжевого, он превратится в более такой классический алый цвет. Так, ну что, возвращаем всех обратно на место. Все, готово, наконец-таки это произошло. Я надеюсь, что вы получили удовольствие, расслабились вместе со мной. Я обожаю такие форматы. Будем смотреть, что Pinox еще нам даст интересненького. Все, друзья, я желаю вам всем хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok